Девушки отдыхают Да, я тоже обратила на это внимание и очень многие звезды, даже голливудские, носят хендмейд украшения сейчас. Поэтому сегодня мы об этом и поговорим, как сделать очень красивое украшение, но сделать это дома, сделать это с минимальными затратами. Итак, приступим. Изначально все очень просто. У нас получится украшение из обыкновенных тряпочек. Что мы делаем? Мы берем лоскутки ткани. Они у нас приблизительно вот такого размера. Они могут быть не идеальной формы, потому что нам это не имеет значения. И разного цвета. Мы подобрали более-менее подходящие цвета. Белый, розовый и темный, черный для того, чтобы добавить контраста. Мне интересно, по какому принципу ты структуру ткани выбираешь? Ткань должна быть натуральная. Желательно это хлопок. Можно также использовать флиз, но так как флиз достаточно дорогая ткань, и вещи, которые у нас есть, и которые можно было бы тоже немножко порезать, они тоже у нас достаточно дорогие. Поэтому мы будем использовать либо хлопок, либо у нас из футбола ткань. Нам необходим клей ПВА. Это у нас универсальное средство. Его используют во многих хендмейд, украшениях, хендмейд вещах. Затем нам необходима мисочка с водой и одноразовые перчатки для того, чтобы все соблюдать в чистоте. Для начала мы берем нашу первую тряпочку и погружаем ее в воду. Вода обычной температуры? Обычная температура, обычная вода. Мы ее укладываем аккуратненько, разглаживаем. И затем наливаем немного клея. Не разбавленный, просто клей ПВА. Клей ПВА вот так смело мы наносим его. Здесь важно вот очень равномерно его распределить, да? Да. Хорошо. Ну знаешь, пока сама не попробуешь, не поймешь, правильно? Поэтому если ты разрешишь, я попробую следующий слой сделать, да? Конечно. Смачиваю ткань так, чтобы она была достаточно мокрая, но чтобы с нее не текло. Отжимаю. Теперь распределяю, разглаживаю. У нас этот кусочек второй получился меньше, чем первый. Ничего страшного? Ничего страшного. Так как я говорила вначале, у нас разного размера могут быть лоскутки, это не имеет значения. Нам необходимо будет затем только серединка от этих лоскутков. И теперь пробую делать то же самое, что и ты, клеем. Ну это весело на самом деле. И теперь просто распределяю, да? Да, абсолютно верно. Мы можем чередовать слои в любой последовательности. Можем несколько слоев одинаковых, потом заменить его на контрастный. Это не имеет значения. Это мы выбираем по своему усмотрению. Высыхать изделие будет порядка четверо суток. Ого! Да, у нас очень много слоев, много воды и клея. И несмотря на то, что сейчас лето и жарко, все равно изделие будет высыхать достаточно долго. Большинство слоев у нас уже готово. Что мы делаем дальше? Мы промазываем последний слой, аккуратненько. И затем заворачиваем все в трубочку. Заворачиваем мы очень-очень-очень туго. Вот, аккуратно, рулетиком мы сворачиваем наши лоскутки. Однако делаем это, еще раз повторюсь, очень-очень плотно, чтобы никакого промежутка внутри у них не осталось. Так как у нас немножко осталось влаги, над нашей мисочкой с водой мы можем отжать немного. Чтобы лишняя влага ушла, это нам обеспечит то, что быстрее высохнет изделие, так как лишней жидкости у нас не будет. А клей оттуда не вытечет, который нам нужен? Нет. Тот клей, который нам нужен, он уже впитался в ткань, и он там есть. Лишнее мы отжали. Мы можем уже снимать наши перчатки, мы не будем ходить в них четверо суток. Это хорошо. После истечения четверо суток наша колбаска, она застынет. Да, я попробую. Как сухой камешек. Верно. Для того, чтобы нам разрезать нашу колбаску, нам необходим будет нож. И разрезаем нашу колбаску, которая уже абсолютно высохла. Насколько сложно это будет сделать? Ведь это действительно твердая ткань, пропитанная клеем. Несколько слоев. Достаточно легко. Когда он высыхает, он становится плотным, однако податливым для разрезания. Соответственно, разрезав, мы получим вот такой вот вариант. Я такого, честно говоря, никогда не видела. И вот из этого можно сделать украшение. Да, конечно. Сейчас мы разрезали только пополам. Однако, затем мы нарезаем вот такими тоненькими кружочками. Какой толщины нужно делать срез? Толщина приблизительно один сантиметр. Это может быть, конечно, и шире, и уже, в зависимости от того, какой эффект, какие сережки мы хотим получить. Причем серединку мы можем делать разными способами. Мы можем разные элементы туда добавлять. И можем разные фигурки делать. Например, получился еще вот такой вариант. Смешной смайлик. Если посмотреть, то действительно улыбнешься. Как добиться вот такой треугольной формы? Она очень податливая в тот момент, когда она мокрая. Мы немножко поработали пальцами, и изменилась форма. У нас есть основа для нашей сережки. Теперь для того, чтобы ее повесить на ушко, нам нужен крючочек. Продается он в магазинах фурнитуры, либо в магазинах ткани. Еще эти крючочки называют швензы. Теперь нам крючочек необходимо прикрепить к нашей вот основе. Это можно сделать с помощью просто иголки и нитки. Если нитка у нас шелковая, она будет достаточно плотная, достаточно крепкая для того, чтобы держать эту сережку. Так как она очень твердая у нас, да, получилась, но очень легкая. Готовый вариант у нас будет выглядеть вот таким образом. Конечно, там еще какие-то бусинки у тебя появились. Да, появились бусинки. Это обычный бисер розового цвета, розового и перламутрового, который я посадила просто на клей ПВА. Итак, давай повторим, как сделать вот такую удивительную сережку или другое украшение из обрезка в ткани. Для начала нам необходимо несколько лоскутков. Каждый лоскуток мы для начала вымачиваем в воде и затем промазываем клеем. Вкручиваем наши лоскутки в рулончик и выжидаем четверо суток. После этого мы берем наш крючочек для уха, соединяем его с нашей основой и добавляем немного бисера. И вуаля, украшение готово. Мы можем чему-то еще научиться. Да, похожий метод мы будем использовать также для изготовления бус. Но нам в данный момент понадобятся не лоскутки ткани, а простые нитки, нитки для вязания. Необходимо, чтобы это были натуральные нитки, это хлопок. Цвет также мы выбираем на свое усмотрение. В данном варианте я выбрала оттенки желтого. Тут немного горячий желтый, оранжевый и желтенькие бледные. То есть между цветами выбранными должна быть все-таки какая-то гармония, да? Да, конечно. В дальнейшем мы будем также иметь дело с клеем, потому мы одеваем наши перчатки. Берем наш моточек с нитками в руку и наливаем смело клей. А вот так теперь мы будем делать? Мы затем раскатываем по ладошке, образуя шарик. Мы делаем бусину. Абсолютно верно. Вот у нас получается приблизительно вот такой шарик. Если мы видим, что шарик достаточно сухой, мы можем добавить немножко клея. Несмотря на то, что она у нас круглая форма, да, это шарик, она все равно немножко распадается. Для того, чтобы зафиксировать эту круглую форму, нам необходим еще один отрезок ниточки. Мы отрезаем ниточку. Мы сейчас делаем маленькую бусинку. Затем мы сделаем еще большую бусинку. Посмотрим, как это получается у нас. Еще не высохшую бусину мы фиксируем сухой уже ниткой. Да. Влажную бусинку мы обматываем по кругу сухой ниточкой. Тем самым фиксируя ее круглую форму. Сухая нитка должна приклеиться к нашей бусине. Да, она приклеивается, но также мы берем и сверху еще раз поливаем ее клеем. А, вот как ты закрепишь. Еще раз. Прямо как с сиропом мы ее поливаем. Ну, и как всегда, пока сама не попробуешь, не поймешь, как делать. Конечно. Но тебе я предлагаю взять намного больше ниток. Мы сделаем бусинку большую. Причем сделаем ее разноцветную. Сначала внутри первый шарик мы сделаем светлый, вот как ты сейчас взяла. А обмотаем более темным, оранжевым цветом. И она у нас получится двухцветная. А что будет происходить с этой уж бусинкой, которую ты уже почти доделала? Эту бусинку мы оставляем. И она высыхает намного быстрее, чем наши сережки. Тут она высыхает порядка 3-4 часов. Клей ПВА полностью станет сухим. И она превратится в очень твердую бусинку. Мы отрезаем ниточку. Здесь мы можем взять ее уже больше, порядка метра, потому что бусинка у нас больше. Понятно. Чем больше бусина, тем больше ниток уйдет на нее. И клей ПВА тоже. По кругу, вот так вот, мы наматываем. И теперь, насколько я помню, нужно снова зафиксировать клеем. Верно. Ну, уже такая симпатичная получается. Как тыковка. Да. Да. Мне кажется, готова. А ты как думаешь? Я думала, что тоже идеальный вариант. Порядка 3-4 часов у нас проходит. Наши бусинки высыхают, становятся абсолютно твердыми, плотными. Что мы делаем дальше? Мы берем бусинки и смело пронизываем их ниточкой. У нас бусинки разной формы, разных цветов. Я также добавила бантик для украшения. Вот наши бусы готовы. Очень веселые бусы получились. Мы же можем взять много бусинок, усеять полностью все бусы бусинками. Можем оставить только одну или две или несколько. Это уже как наша фантазия подскажет. Главное не забыть, перед тем, как пронизывать наши бусинки ниткой и делать уже готовые бусы, дать им высохнуть, как сказала Оля, на протяжении 3-4 часов. И также хочу уточнить, что сережки, которые мы сделали, у нас сейчас стоят от 60 до 120 гривен в магазинах. Это ручная работа, она очень ценится. Иногда стоит даже дороже, чем бижутерия. А мы сделали такие сережки, ну, по приблизительным подсчетам, за 17 гривен. Потратились только на клей ПВА, которого нам хватит, кстати, и на бусы, да, и на крючочки. А вот если посчитать, сколько эти бусинки стоят, когда мы делаем их собственными руками? Если у нас нету ниток, мы их приобретаем, то это порядка 10-15 гривен. Клей у нас уже был. Ну, слушайте, ну как здорово! И сэкономили, и удовольствие в процессе изготовления получили, и научились делать такую красоту. Олечка, спасибо тебе большое. Надеюсь, вы будете ходить красивыми. Обязательно! А теперь повтори нам, пожалуйста, весь процесс изготовления бус. Для того, чтобы сделать такие бусы, нам необходимы нитки, клей ПВА. Мы обильно вымачиваем нашу ниточку, скручиваем ее в шарик. Мы берем еще один отрезок нитки и обворачиваем нашу бусинку. Оставляем на 3-4 часа высохнуть. И затем иголку и нитку в руки, и нанизываем наши бусинки на наше изделие. Сегодня Оля Волкова раскрыла секреты изготовления бижутерии своими руками. Предметы, которые обычно нам кажутся довольно скучными, можно превратить в замечательные бусы и серьги. И мы этому сегодня научились. Оставайтесь у меня в гостях. Впереди еще очень много интересного.